всем привет вы на канале цветули у светули меня зовут светлана сегодня хочу с вами поговорить о вересках хочу еще вам похвастаться вышла моя статья в журнале про цветок 10 номер в мае месяце правда эта статья вышла уже давно про верески и эрику статья моя называется в первой в первой семье зацветает эрика вот там у меня про про верески про эрику все подробненько написано как я их какую почву сажаю что я с ними весной дело вот кому интересно можете почитать но в принципе сегодня я вам все расскажу что я делаю со своими вот это вам такие небольшие фрагменты из моей статьи вот кому интересно можете набрать в интернете и сами почитать я в цветнике более 10 видов вересков и я конечно же не удержалась была в санкт-петербурге и прикупила еще два сорта купила вот такого красавца название правда не написано было просто вот вереска все вот такой красавец бела сиреневый даже наверное вот такой вроде такого у меня нет я так посмотрела вроде нет даже если есть то я не расстроюсь очень красивый такой вообще у меня просто еще верески не до конца открыли свои бутоны как бы все все на бутонах уже ближе к делу но еще не до конца а этот вот уже такой прям хорошенький и купила вот еще такого красавца тоже не написано как называется сейчас я вам покажу вот что здесь написано просто растение открытого грунта и все вот такой красавец серии такой малиновый даже я бы сказала не сиреневый вот такой красивый буду его сегодня сажать вам покажу верески у меня растут с 2017 года вот эти вот вот этот красавец у меня смотрите какой хорошенький вот этот у меня посажен весной 2017 года вот это 2017 года весной вот этот и вот этот эти у меня посажены весной а вот этот розовый такой махровый вот такой вот желтенький белыми цветочками цветет и вот такой вот желтые с сиреневыми цветами эти верески я сажала осенью 2017 года осенняя посадка у меня еще на других клубах растут верески но сейчас я вот здесь вам все покажу а потом пойдем уже на другие клубы смотреть верески мои уже зимовали у меня две зимы неприхотливы растения если вы правильно их посадите правильную почву проблем у вас с ними не будет единственное что я делаю осенью я буду вбивать такие колышки в землю чтобы весной или там можно сразу с осени накрывая их мешковиной у кого что есть мешковина с подбондом там двойным слоем от солнца притеняю не от морозов не от холодов а от солнца на некоторые просто ставлю ящики на ящики сверху там укрываю ящики сверху чем-то каким-то тканым материалом это делается для того чтобы когда весной или вот в конце зимы там феврале начинает солнце активно светить в марте а еще земля не оттаяла земля замерзшая совсем корни питаться не могут влаги добывать не могут и чтобы не верески ваши не пожелтели не погорели на этом солнце нещадно вот для этого я их только и притеняю и верески мои от этого чувствуют себя замечательно и радуют меня цветением еще конечно же весной я делаю корректирующую обрезку состригаю на одну треть отросшие побеги вот они у меня вот такой высоты и где-то вот так вот ну буду смотреть буду смотреть и весной буду подстригать уже по ну по виду посмотрю стригу я не на одну длину как вы видите разная длина у побегов под одну гребенку верески не стригутся стригутся на разную длину вот у меня есть видео как я верески свои подстригала весной вот кому интересно я ссылочку под этим видео оставлю в описании посмотрите как я их подстригала этот у меня был вообще вот прямо такой подушечкой со стрижен и вот так вот он хорошо у меня за сезон на роз у вересков есть несколько видов бутонов вот это у меня махровый сорт махровые цветы вот такие они видите как эти такие к пушке такие пумпончики это махровые сейчас я вам поближе покажу красивые есть вообще супер махровые у этих вересков бутоны не раскрывшиеся вот они так и будут вот в таком виде очень мне кстати нравится вот эти вот верески у которых не раскрывшиеся бутоны они очень декоративны вот до самых до самых заморозков вот пока снегом не засыплет они будут очень красиво смотреться обалденно вот это еще не полностью они как бы вот не во всю силу вошли на своего цветения вот скоро он будет вообще бесподобный просто красавец я вам сейчас поставлю фотографию с того года осенью и вы посмотрите как он был красивый но он и сейчас конечно же красивый он будет еще красивее вот так вот цвели верески у меня в том году бесподобное было цветение такие яркие красивые и цвели до самых холодов очень хорошие растения бесподобное цветение когда уже ничего не цветет это просто сказка вот таких сортов у меня с не раскрывшимися бутонами несколько вот такой вот белый тоже очень красиво смотрится вот этот у меня сиреневый не раскрывшиеся бутоны посмотрите как хорошо народ за два года прям вообще такие куртиночки вот белый как-то он в этом году не очень у него серединка полностью вырезана у меня я его просто вот так в кучку собрала а так вот серединка у него пустая у него почему-то здесь плохо очень при замывали побеги они все пожелтели я их вырезала ну тоже все равно конечно хорошо нарос но вот этот вот просто шапкой такой нарос у меня сиреневый и вот этот очень красивый тоже хорошо так нарос вообще просто был такой маленькая куртиночка куплен а вот какой огромный стал хорошо нарастает разрастаются хорошо вот такой еще розовый не раскрывшиеся бутоны тоже у этого вереска а этот уже какой-то мне кажется другой какой-то вид или просто он уже как сказать полностью вот себя показал во всей красе ну буду смотреть но так тоже в принципе бутоны не раскрывшуюся у этого тоже а здесь вот такие смотрите как махровенькие такие бутончики но у него полностью эти бутоны открываются этого вереска он как колокольчик такой красивый вот такой вот он будет осенью такой вот поздней осенью такой медный медный такой рыжий красивый вереск вот так вот даже знаю его название знаете как он называется этот вереск называется так баскоп баскоп вот такой вот красивый этот у меня желтенький с белыми цветочками этот сорт называется сэнди такой вот интересный еще хочу сказать верески сквозняков не любят вот этот малыш у меня сидел с другой стороны вот вот там вот сидел за барбарисом вот за этим барбарисом сидел и там получается такой сквозняк и он у меня там никак не хотел расти и в этом году я его присадила вот сюда и мне даже кажется что он так за лето прям похорошел прямому тут видно хорошо все-таки маленько за домом получается а там вообще такой сквозняк конечно с одной стороны дует и с другой дует здесь ему очень хорошо так что вот смотрите имейте ввиду верески сквозняков не любят вот так вот еще вот с этой стороны клумба вот здесь у меня сэнди сидел я его отсюда убрала а здесь у меня растет стефани вот такой вереск ну почему-то очень плохо нарос очень маленькие побеги какие-то мелкие цветы в том году был шикарный в этом году какой-то мелкий не знаю почему то ли правда вот тут он на сквозняке ему плохо то ли такое сухое лето было может ему тут солнышко его нещадно полила потому что верески обязательно нужно поливать они не любят чтобы пересыхала почва вот они у меня очень сильно замульчированы таким толстым слоем хвоя вот таким вот обязательно следите чтобы верески ваши не пересыхали у них поверхностно-корневая система и они могут быстро пересохнуть если такое палящее солнце и не поливать но не знаю в чем причина вот такой вот он слабое такое цветение в этом году вот так вот сорт стефани еще раз говорю вот так он выглядел в том году этот вереск очень красивый ну что будем сажать вот этот вот вереск красавец здесь у меня почва уже давно сделано здесь у меня рыжий торф война под кара сосновая вот в ней содержатся грибы почвенные с которыми верески живут в тесном сотрудничестве обязательно такое условие чтобы вот эти грибы у вас были в почве а где их взять да где эти грибы взять я ходила собирала кору опавшую кору вот как бы там хвойный опад по лесным дорожкам это очень и любят верески и в то же время это все вот этот война под мультируют эту почву чтобы она не пересыхала что еще я свои верески удобряю вот кто-то говорит что не надо что они прекрасно живут на бедных почвах но у меня куплено органическое удобрение специально для кислых растений родондронов азалий вересков и там эрику то же самое она вот и семейства вересковых одинаковые условия что для эрика что для вересков одна и та же почва готовится потом вам эрику свою покажу только что видит цветет осенью а эрика весной как уже вам говорила вот вот все здесь у меня заложено сейчас я его просто вытащу из баночки разомну ему там корешочки которые него все все приплюснутые и буду сажать вам покажу вот я вытащила свой вереск из контейнера положила в водичку чтоб он хорошо пропитался вот такая вот у него корневая система нужно же конечно ее немножечко растеребить чтобы корешочки пошли расти иначе они вот могут даже может у них даже силы то не будет с этого такого вот плотного выйти кома вот немножко вот так вот по обдираю а потом только буду садить вам покажу вот так хорошенько я его разворошила вот этот ком не бойтесь потому что иначе могут как корни не пойти дальше этого кома и все сейчас вот земля у меня приготовлена все сейчас я его поставлю корневую шейку нельзя заглублять чтобы она была вот так вот на уровне земли пролью хорошенько водичкой и вот так вот у меня будет здесь новенький вереск поживает на этой клумбе представляете когда у меня все здесь разрастется какая здесь будет красота вот эти уже верески которые у меня которым моим уже два года они уже такие большенькие вот этот вот еще разрастется вот этот этот по такому же принципу я садила вереск точно так же все все делала и вот елочка у меня на штампе формируется и и ели главка глобоза вот так вот она у меня привязана к штырю чтобы ствол был прямой потому что она наклоняется в сторону солнышка вот с той стороны солнышка и она прям туда клонится будут у меня здесь верески и вот это вот елочка на штампе будет здорово просто смотреться я думаю со временем пока тут еще как бы ну верески конечно красиво смотрятся на елка тоже бесподобная я вот еще ее всю всю прищипнула весной а так она была такая вся кругленькая красивенькая и за счет того что вот она сейчас у меня прищипнута ствол я голел она такая смешная но когда-нибудь я надеюсь она будет у меня есть красавица среди красавцев вересков вот такая шикарная будет клумба когда все разрастется так что вот так вот ребята не бойтесь сейчас вот как раз в обе продаются верески свои я покупала в макси доме но в обе дешевле в обе там где-то 170 рублей вот макси доме я за этот кустик отдала 249 рублей вот за этот вот так так что у кого есть желание и возможность если вы посадите их правильную почву они вас будут долго радовать вот как и обещала показывал эрику эрика очень хорошо за лето наросла стала такая большенькая была такая маленькая весной сейчас он какая красотка набрала даже бутоны только вот я не понимаю куда эти бутоны на следующий год неужели оставит в этом году я думаю что не будет свести потому что обычно эрика цветет только весной это скорее всего на следующий год бутончики ну не знаю вот ребята посмотрим что она тут надумала с этими бутонами будет делать на следующий год они будут или в этом году без понятия не знаю в том году она мне не вот она мне зацвела только первую эту весну тоже посадка 2017 года вот так вот сила моя эрика этой весной посмотрела хоть на цветение это сорт называется у меня меритон руби было у меня три сорта вот два погибла вот одна только эрика мне осталось слава богу еще вот такой вереск красавец очень красивый будет бесподобное цветение когда будет полностью вот войдет он в свою силу полное цветение быть пока еще такое не полная только только начинается цветение вот так вот они у меня на этой клумбе смотрятся обязательно еще сделаю обзор когда верески начнут свести свою полную силу покажу как это красиво смотрится здесь у меня еще красавцы сидят махровые вот так вот смотрите как здорово хорошо тоже наросли за лето вроде подстригала этот можжедельник опять вот он у меня отрос вереск бедный там у меня и не видно такое красивое у него цветение оторвало нечаянно вот такие бутоны смотрите какие красивые пум пончики такие здорово вот такой хорошенький тоже посадка 2017 года этот вереск я покупала осенью в обе и вот вот так вот он у меня хорошо тоже нарос такой уже большенький кустик и с этой стороны тоже вереск я все разные сорта покупала не одинаковый хоть они и розовые но какие-то светлее какие-то темнее тоже 2017 года посадка две зимы пережил уже этот вереск мы все мои верески практически уже две зимы зимовали так что вот ребята вот такие красавцы у меня на это клумбе растут с можжевельником и с гортензиями вот так вот и хочу еще сказать что верески очень хорошо размножаются в том году осенью я веточку оторвал от маточного куста и так получилось что немножко даже с корнями так получилось вот с края чеку дернула и с корешками эту веточку вот сюда я посадила и больше в принципе ничего не делала посадила и забыла это было уже где-то в октябре месяце можно сказать уже холодина была у меня даже видео есть про это потом ссылочку оставлю вам и вот моя веточка вот так вот укоренилась вот так вот наросла и даже смотрите собирается цвести бутончики вот какие уже тоже по моему сиреневый будет вереск вот здесь вот здесь вот от новенького я уже веточку тоже нечаянно отломала я ее сюда воткнула вот пока что не знаю что там будет но воткнула посмотрим приживется не приживется посмотрю это вот новенький который вот в этот раз купила в макси доме сейчас еще покажу где-то у меня еще есть веточки которые я в том году укореняла вот смотрите вот еще веточка смотрите у меня тоже не пропало вот видите зеленые листочки пороса зеленая все в порядке это беленький какой-то так что верески можно отводками вот вот такую веточку взять листики здесь убрать оголить стволик стволик этот в землю вкопать чем-то его прижать или камешком или там не знаю шпилькой и поливать не забывать конечно же если сухо и будет у вас новое растение когда укоренится потом от маточного куста это отрезать и все и так вот отводками очень хорошо размножается вереск ну вот это же череночками хорошо размножается вот пожалуйста тоже кустик нарастет и будет у меня еще здесь рядышком еще какой-то сорт беленький скорее всего так сейчас еще где-то у меня есть покажу вам если найду где-то я видела так вот здесь вот не прижился вот здесь вот тоже видите он не прижился вот ну хотя тут вот листочки зеленый может и прижился подождите-ка да может и прижился я его не буду пока тогда трогать да листочки зеленые даже что-то и не видела так что вот можно размножать понравившиеся сорта чтобы не пропали мало ли не призимуют маточный куст а у вас будет запасе и вот такая у меня смотрите клуба с гортензиями со стильбой и здесь у меня тоже в том году была веточка посажена вот так вот там такие тоненькие маленькие корни были совсем маленький вот так вот мне получилось оторвать от маточного куста как я уже вам сказала смотрите как здорово наросла ветка это вот такой же прям сказать кустик прямо не то что ветка кустик правда он тут у меня в глухой тени растет вот смотрите все тут закрыто видите все все солнышко ему тут совсем мало ну вот он себя прекрасно чувствует еще вот такой вот я череночек просто без корней веточку воткнула посмотрю приживется не приживется вот такого желтенького цвета и сверху накрою баночкой и это тоже я накрывала сверху баночкой чтобы лучше пошло прошел процесс укоренения вот так вот и все и пусть вот так он у меня до весны здесь сидит посмотрим весной даст он корешочки или нет а этот я отсюда весной уберу вот так вот хорошо народ вот еще какой у меня череночек который я поставил на укоренение в том году вот так он у меня хорошо укоренился нарос вот такой хорошенький это наверно будет у меня беленький сорт не раскрывшимися бутончиками вот видите вот я его сюда подсадила вот на эту вот клумбу основным на основную клумбу с вересками вот так вот он у меня будет здесь поживать жить поживать и добра наживать еще забыла сказать что у кого глинистая лесу глинистая почва там не знаю подземные воды близко обязательно положите на дно посадочной ямы вереску дренаж делайте какой-то дренаж положите не знаю там керамзит там или камушки что-нибудь такое природное чтобы ваш вереск не не загнили корни у него не любит он застоя воды ну вроде все что хотела вам показала потом конечно еще покажу своих красавцев а так вот кому видео понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал я вам и дальше все буду рассказывать и показывать всем всего доброго до свидания спасибо